Друзья, всем привет! Сегодня я хожусь на нашем новом объекте, на котором мы совместно с Урсой снимали видеоролик для Форум Хаоса. Вот такая вот мансардная крыша. Сейчас я вам по кругу ее покажу. Здесь вот у нас кое-какие работы уже выполнены. Когда мы снимали с Форум Хаосом, мы сделали небольшой участок пароизоляционной пленки, чтобы показать, как делать утепление полный цикл вот этого небольшого участка. Здесь вот вы, как видите, по классическому уже для нас варианту, мы используем сухую строганую доску через синий уплотнитель для того, чтобы конструкцию сделать воздухонепроницаемой. Проклеиваем везде пароизоляционную пленку, специальные ленты дельта мультибанд. Здесь мы используем конструкционные саморезы. Ширина доски у нас 15 сантиметров. Вот такие вот фирмы Ротоблас. Вот этот у нас 5 на 70. Вот там у нас 5 на 100. Вот она открытая коробка. Вот так они выглядят. В каждой коробке идет бита. Бита торпс Т25. Лента мультибанд. Вот это у нас лента для того, чтобы приклеивать пароизоляционную пленку к стене. Это если вот здесь вот посмотреть, то вот этот участок мы проклеили к штукатурке. Так вот я ее задираю. Очень конкретно она приклеивается, очень качественно. Предварительно на штукатурку необходимо нанести грунтовку. Грунтовку у нас вот в таком вот ведре. Такая вот грунтовка. Вот эта кисточка. Кисточкой проводим по бетону, высыхает и дальше, соответственно, мы приклеим уже пароизоляционную пленку. Здесь вот у нас мы нашиваем бруски. Изначально у нас крыша вот в этом месте толщиной 25 сантиметров. Соответственно, мы выводим в уровень, делаем утепление 25 сантиметров в общей сложности. Здесь мы дополнительно нашиваем брусок. Также его крепим на конструкционные саморезы. Вот так, я не знаю, видно, но как раз вот на сотку. Здесь вот у нас идет утеплитель сразу толщиной 20 сантиметров. Мы впервые делаем такой утеплитель. Он у нас в рулоне. Вот так он выглядит. Рулон у него длина 3 с чем-то метра. Ширина метр двадцать три, по-моему. Из него мы нарезаем плиты, и эти плиты уже укладываем непосредственно в наш каркас. Вот так вот это выглядит. Здесь вот у нас толщина крыши, напомню, 25 сантиметров. Все стыки мы предварительно, дополнительно, вернее, еще проклеиваем специальной лентой для того, чтобы создать воздухонепроницаемый контур. Максимально такая герметичная конструкция, чтобы у нас была. Здесь вот сверху пленка у нас тайвик, а пароизоляционная пленка, как вы видите, у нас будет дельта рефлекс. Вот там вот у нас к стене тоже будет проклеена проклеена пароизоляционная пленка вот этом дельта tix vdr. Короче, вот такая вот небольшая крыша. Дальше я вам покажу, как мы делаем зону Мауэрлата. Здесь вот у нас были изначально доски. Мы все это проклеиваем лентой. Здесь, где сложные места, мы пропениваем их. Здесь вот еще ребята не успели сделать. Мы для того, чтобы нам максимально качественно сделать вот этот узел, потому что здесь было где-то что-то нагорежено. Мы вот эту плоскость выводим в уровень. Сейчас я вам покажу. Вот эту плиту мы вытащим. Здесь у нас идет вот эта вот у нас часть 15 сантиметров. Мы ее заполняем вот так вот утеплителем. Еще один утеплитель, еще один утеплитель. То есть у нас стоит вертикально. И дальше мы уже видите, тут идут у нас две пятерки. Еще дополнительно перекрываем вот эту часть. Таким образом у нас вот это вот место будет максимально таким качественным сделано. Все вот эта вот зона будет утеплена. И дальше пароизоляцию мы уже будем вот так вот вести и заклеивать ее вот здесь, вот в это место. Предварительно прогрунтовав. Вот так вот выглядит у нас эта кровля. Кровля очень такая замороченная. Утеплять будем полностью по стропилам. И потом вот эти ригеля. Нам нужно будет специальные ленты. Это я уже в дальнейшем покажу. Специальные ленты нужно будет обойти. Давайте я вам всю крышу покажу. Сейчас вот этот участок у нас нам нужно сделать. Вот этот участок нужно будет сделать. Здесь у нас будет вот есть вышкатура у заказчика. Свои лица, соответственно, привозить не будем. Будем пользоваться вот этой вышкатурой. Здесь вот еще есть комната. Так, тут темно. Думаю, тут цвет есть. Вот. Свет есть здесь. Вот этой вот крыши. Из таких сложностей это, конечно, вот эти провода, которые идут в межстропильном таком пространстве. Пока мы думаем, как мы этот узел будем обходить. Думаю, что-то мы должны нормально, качественно придумать. Вот. Как-то вот так вот все это выглядит. Давайте еще раз вам покажу. Вот такая. Тут вообще двойные вот эти вот ригеля. Здесь вот будет самый такой сложный процесс обхода пароизоляционной пленки. Вот такой вот небольшой обзор этой мансардной крыши. Впервые мы здесь используем утеплитель SaperOne в рулоне, который толщиной 20 сантиметров. Наверное, где-то через месяц выйдет ролик на форум-хаусе. Такая мини-инструкция по монтажу. Вот. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубров отдам.